Один из снарядов попал в остановку, где стоял пассажирский микроавтобус. Эти кадры были сделаны сразу после обстрела. Четверо человек скончались на месте от осколочных ранений. Пятеро тяжело ранены. Ополченцы говорят, что украинские военные целились в здание горосполкома, где находится штаб самообороны. Разрушены школа и станции переливания крови. В центре города остались воронки от минометного обстрела. Ополчение Краматорска объявило в городе боевую тревогу. Люди прячутся в бомбоубежищах. Ну а вот так вот выглядит один из жилых домов, который сположен в центре Краматорска. Армия начала атаковать его без предупреждения. Люди даже не успели спрятаться. Точное число погибших пока неизвестно. Под прицелом украинской армии еще и Славянск. Военные начали атаковать город спустя полчаса после заявления в Киеве о прекращении перемирия. Народное ополчение сообщает, что нацгвардия пытается полностью блокировать Славянск. Вен обстреляли населенные пункты с гаубиц и минометов, жилые кварталы. Палили с горы Карачун. Данных о погибших пока нет. А домов мирных жителей практически ничего не осталось. Вот это все мое хозяйство. Кухонька была, дрова были там. Вот это тут я мопед ставил. Ну вот один сарай остался. С нажитого. В Славянске на месте событий работает наш корреспондент Семен Пегов. Перемирие само по себе здесь почувствовали достаточно условно. На окраине Славянска слышны разрывы. Арт-обстрел продолжается. Отмечу, что ночь была действительно неспокойной. Нам, журналистам, пришлось практически ее всю провести в подвале, в бомбоубежище. Потому что где-то за час до официального завершения перемирия началась такая серьезная арт-подготовка. Мы слышали, что Семеновку, скорее всего, обрабатывали градом. Мы эту информацию точним и, вероятнее всего, подтвердим, потому что звуки были характерные. Также шла пальба из тяжелой артиллерии непосредственно по центру города. Где-то в три ночи по местному времени мы видели осветительные мины. Напомню, что это делается для того, чтобы более точно бить по целям. Что касается разрушений, которые мы можем наблюдать в Славянске, в жилых массивах. Они, безусловно, есть в основном от акаций, как это было накануне. Ну, предположительно, опять-таки же, все это мы уточним у военных. Ну, главная новость для Славянска – это то, что рухнула телевышка на горе Крачун. Кто именно ее сбил, опять-таки, будет уточняться. Предлагаю послушать одного из местных жителей. Ну, с неделю где-то она наклонена была. А в эту ночь ее не стало. Так что наш Славянск, можно сказать, как говорится, остался без единого ретранслятора. Один просто трос, наверное, где-то был перебит, и она в одну сторону была наклонена. После того, как вышка рухнула, сейчас в городе ощущаются проблемы со связью с сотовой. Это, безусловно, так тяжело друг до друга дозвониться здесь местным жителям. Что касается, действительно, ополченцев и хардобстрела Крачуна, они никогда этого не скрывали, потому что достаточно мощные батареи украинской армии были там сосредоточены. И регулярно именно с Крачуна обстреливался город и окрестности, поэтому ополченцы были в ответ. Но вот рухнула вышка, так скажем, после минометного обстрела ополчения, или это так уже в процессе боя произошло, не от конкретного попадания в нее, будет известно позже. Что касается мирных разрушений, последнее, что мы видели, откуда вернулись, это район Химика, где-то между Семеновкой и Славянском непосредственно, спальный район, но там есть одноэтажное строение, вот два таких дома сгорело в буквальном смысле дотла. Последние новости Семеновки тоже тревожные, по ней начал работать танк. Вот накануне Игорь Стрелков отмечал, что, скорее всего, именно танковая атака будет предпринята на этот пригород Славянска. Также вот сейчас удалось опровергнуть информацию по поводу того, что Николаевка, это 8 километров от нас, уже занята украинскими военными, они об этом сообщали. На самом же деле, как сказали нам ополченцы, украинским военным удалось разбить с помощью танков два поста на подступах к Николаевке, кино в город по-прежнему находится под контролем ополчения, но сегодня ждут продолжения наступления. Насгвардия Украины спустя несколько часов после прекращения перемирия приступила к активным боевым действиям и в самопровозглашенной Луганской республике, а это граница с Россией. По сообщениям, бой начался около 9 утра. На данный момент все пропускные пункты закрыты, а российские пограничники отошли на безопасное расстояние. По словам сотрудников Федеральной таможенной службы, перед закрытием пунктов пропуска пограничники пропустили на территорию России всех беженцев, которые в тот момент там находились. Пока информации о том, что на российскую территорию перелетают снаряды с украинской стороны нет. Продолжение следует...